Так радостно. Путь еще только начинается. Из-за леса и из-за гор приехала Ксюша. Проехать до Байконура на велосипеде для Ксении Салазановой – это не проблема. Они с двухколесным другом стартовали из Уфы 1 июля. И вот добрались до всемирно известного космодрома в Казахстане. Я, получается, преодолела уже все то расстояние, которое нужно было до Байконура доехать. Я проехала через такие крупные города, получается, это Ак-Табе, это Аральс, и через более мелкие поселки. Расстояние в полторы тысячи километров позади, и путешественница готова рассказать о сложностях и победах. Например, переход через границу, на удивление, прошел спокойно. Как прошел переход через границу сам? Удивлялись ли пограничники, что вы приехали к ним на велосипеде? Были ли у них какие-то вопросы, и, возможно, возникли какие-то трудности? Быстро совершился этот весь переход. Меня провожал велосипедист Сергей из города Орск. Он прошел у меня через границу, получается, там еще немного. Когда с ним проходили, когда подъезжали, он говорит, хорошо, что мы приехали рано. А когда я уже, получается, проходила, точнее проезжала, у меня один из предприятий спросил про рюкзак. И когда я ему сказала, там, говорю, вот показываю, что у меня есть, он говорит, запрещенное везешь. Я говорю, не везу. Он говорит, а почему? Я говорю, да потом одни проблемы с вами, я незачем нужна. И а куда я поеду дальше? Прямо до Байконура. После вот этой границы, так скажем, где вот уже паспорт показала, все, я в Казахстане. И самая первая женщина, которая так видела меня с велосипедом, говорит, здравствуйте, а вы путешествуете на велосипеде? Я говорю, да. Она говорит, а вы далеко едете? И потом у нас вот этот завязался разговор, и она говорит, так, подожди, я знаю, где тебе надо переночевать. Я сейчас скажу номер. И просто вот она сказала номер женщины, которая меня встретила уже, будучи в следующем квартире моей остановки, где мне надо было переночевать. Я оказалась в кругу женщин, которые своей задачей, как сказать, видели именно меня накормить, напоить, чтобы у меня все было хорошо, чтобы настроение было. Казахстанской госеприимностью получилось. С чужими людьми, но они тебе как не чужие. Принимают российские карты, не принимают? Или вы меняли заранее деньги в России? Как так получилось? Деньги я меняла в крупных населенных местах через знакомых, потому что у меня с собой только российский паспорт и антограм. Карты у меня с собой тоже нет ни одной пластиковой карты, у меня есть только телефон. Но что интересно, здесь, допустим, есть казахстанский банк Каспий, и когда я свои рубли с карты Сбербанка перевожу на карту банка Каспий, ему приходит тенге. За конвертацию берут маленькую сумму, и это дает мне возможность оплатить за его услуги. Это очень. То есть своего рода как лайфхак для путешественников и туристов? Да, да. Еду. Ксения с улыбкой вспоминает, на пути в одном из пунктов удалось полакомиться арбузом. Казахстанским, холодным. А еще иногда хотелось куриного бульона и апельсинового чая с мятой. Не хотелось ничего горячего, там, не знаю, суп элементарно, прям хочется суп в путешествии, что мне сделать, заехать в какое-нибудь кафе? Вообще мне хотелось именно горячего чая с мятой, а так как у меня была с собой горелка, то на более длительных остановках, то есть это не просто быстрый перекус, там я останавливалась именно, чтобы зажечь горелочку, закинуть туда чай. Я купила вуфе чай с апельсином и мятой, очень хорошо зашло и охлаждает, и вкусно, и ароматно. Такую необычную точку Байконур Ксения выбрала не случайно. С желанием узнать и рассказать больше о космосе у нее связана личная история и милая семейная шутка. А почему в итоге все-таки именно Байконур? Казалось бы, да едь куда угодно, и там про космос, про путешествия расскажи, и вот пространство огромное. Почему именно Байконур? Байконур, потому что все как-то так складывалось, все к этому вело. Началось это, наверное, еще задолго до, когда я познакомилась с аэро-космической школой в Дабликановском районе, когда Вячеслав Васильевич показал место, где стараются дети и пространствуют про космос. А потом как-то мне пришла в голову идея, а почему бы не доехать до того места, где этот космос непосредственно есть. И когда я своему мужу Юре сказала это, я говорю, слушай, а еще у меня есть такая идея, я хочу доехать до Байконура, звонить тебе с тобой. Юрочка, Юра, привет из Байконура. Вот то есть какая-то такая шальная мысль, которую ты хочешь сделать. На пути к космодрому путешественница потеряла сумку, на которой изображен велосипедист на луне в скафандре и надеется ее найти. Она найдется каким-то чудом, и я ее привезу домой. Хоть она, конечно, и не побывает в Байконуре, но что ж теперь. Обратно велопутешественница собирается нескоро, в планах побывать на одном из праздников, Дней физкультурника, и застать запуск ракеты 15 августа. А еще сильное желание поучаствовать в велопробеге и поставить галочку на еще одном городе, который она покорила. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова